МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандидатур Национальный Олимпийский комитет обращал внимание на последние результаты в этапах Кубка мира по биатлону. Бьерн Даллин на них выступил неудачно. Он не занимал места выше 18-го, а на последнем этапе стал 42-м. Норвежский биатлонист обладатель наибольшего количества наград в истории зимних олимпийских игр во всех видах спорта. Игры в Южной Корее стали бы для него седьмыми в карьере. Сам Бьерн Даллин очень переживает по этому поводу. Не участвовать плохо. Подожду, когда игры закончатся, и посмотрю, что делать дальше. Это тяжело представить. Однажды этот день должен был настать. И вот он. Думаю, я мог бы быть в форме к Олимпиаде. У меня была цель выступить, завоевать медаль, но теперь это невозможно. Глава Национального Олимпийского комитета Эври Бю отметил, что Бьерн Даллин всегда будет занимать важное место в истории норвежского спорта. На волне информационной шумихи, связанные с возможной отправкой северокорейских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пьенчхане, телеканал BBC анализирует успехи этой страны в спорте. Возможно, это кого-то удивит, но в Северной Корее есть виды спорта, в которых спортсмены очень сильны или даже являются мировыми лидерами. Взять, к примеру, летние Олимпийские игры. В командном зачете у северных корейцев в общей сложности 54 медали. Это намного больше, чем у таких более крупных стран, как Индия и Нигерия. Большинство олимпийских успехов страны связаны с тяжелой атлетикой. Северокорейские штангисты установили три мировых и два олимпийских рекорда. На последних играх в Рио-де-Жанейро они завоевали семь медалей, в том числе две золотые. В результате чего в итоговом командном зачете КНДР оказалась в середине списка. Женская сборная Северной Кореи по футболу занимает 11 место в мировом рейтинге по версии FIFA. И хотя команда не попала на чемпионат мира 2019 года, провалив квалификационный турнир, ей удалось завоевать Кубок Восточной Азии в декабре прошлого года. Ожидается, что Северная Корея отправит на зимнюю Олимпиаду своих тэквондистов для показательных выступлений. Как известно, спортсмены этой страны традиционно сильны в этой дисциплине. И в тэквондо, и в других видах спорта в Северной Корее таланты определяют с раннего возраста. Чтобы дети стали первоклассными спортсменами, в них вкладываются время и средства. Особо одаренные посещают специальные спортивные школы Олимпийского резерва. Глава компании «Адидас» Каспер Рорштетт на страницах издания «Франкфуртер Альгмайне» рассуждает о чемпионате мира по футболу в России, о немецких звездах и дает советы в области фитнеса. Одним из самых ожидаемых спортивных событий года Рорштетт называет чемпионат мира по футболу. Он будет успешным и пройдет на хорошем организационном уровне, уверен предприниматель. Чемпионат мира в России будет проходить по старым правилам. 32 участника и только после катера в 2022 году количество участников увеличится до 48 команд. Рорштетт не думает, что это хорошо. На его взгляд, качество игры имеет большее значение, чем количество команд. Всегда интереснее смотреть игры с участием больших футбольных наций, говорит он. На вопрос журналиста о том, кто из немецких игроков на чемпионате мира является наиболее важным с точки зрения бизнеса, Рорштетт ответил. Если посмотреть на количество фанатов в социальных сетях, то тогда Месут Азиль, у которого 31 миллион подписчиков в Фейсбуке и 15 миллионов в Инстаграме. Мануэль Нойер с 9 миллионами подписчиков занимает второе место. Интернет стал исключительно важным, а Ютьюб сегодня второй по величине поисковик в мире, говорит предприниматель. Поэтому мы принимаем на работу такое большое количество молодых людей, которые без труда завоевывают цифровой мир. И это для них вполне естественно, говорит он. Что касается здорового образа жизни, то на этот счет производитель спортивной обуви дает простой совет. Начните заниматься спортом уже сегодня. Не откладывайте это дело на послезавтра. Легендарный бразилец Рональдинио завершил карьеру. Об этом накануне сообщил его агент и брат Роберто де Асис Морейро. Последним клубом в профессиональной карьере Рональдинио был Флуминенце, который он покинул в сентябре 2015 года. В начале карьеры бразилец выступал за Керетару, Гремио, Фламенго, Атлетико Минейро. В Европе начал свои выступления с Парис Сен-Жермен, после чего перешел в Барселону. Именно в каталонском клубе бразильский футболист провел свои лучшие годы. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат страны. По разу суперкубок Испании и Лигу чемпионов. В 2005 году Рональдинио стал обладателем золотого мяча. После Барселоны бразилец перебрался в Италию, где три года выступал за Милан. В 2011 вместе с клубом он стал чемпионом Италии. За взрослую сборную Бразилии Рональдинио провел 97 матчей, в которых забил 33 мяча.